Социально-психологический центр «Феникс» существует в Полевском уже 15 лет. О его существовании знают практически все студенты многопрофильного техникума и полевского филиала радиоколледжа. Это основной контингент, с кем работают социальные работники и психологи центра. Это ребятки достаточно специфической группы, которые выходят в основной своей массе из не очень благополучной такой семьи. Поэтому стрессо-неустойчивые дети, часто конфликтные. И вот поэтому в большей части работа «Феникса» направлена именно на студенчество, вот этой прослойки студенческой молодежи. Кроме этого, деятельность центра направлена и на работу с несовершеннолетними, с воспитанниками детских домов. В профилактических же и массовых мероприятиях, организованных «Фениксом», участвуют и все остальные жители нашего города. Самые активные – это молодые люди до 30 лет. Они сегодня и стали основной категорией, кто обращается в низкопороговый пункт помощи, который начал работу на территории центра в прошлом году. Центр состоит из двух подразделений – «Феникс» и «Социальная реабилитационная служба жизни». Условно этих специалистов можно разделить на две категории – педагоги-организаторы и социальные работники-психологи. Задача специалистов-организаторов – это проведение массовых мероприятий, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, проведение выездных лидерских сборов, проведение конкурсных профилактических программ, организация работы городского студенческого отряда «Регион». За прошлый год в мероприятиях, организованных «Фениксом», приняли участие более тысячи молодых людей. Что же касается службы «Жизнь», которая является структурным подразделением центра, то ее работа прежде всего направлена на профилактику социальных проблем современного общества. Идет профилактика по проблемам. Здоровое питание, коррупция, экстремизм, ВИЧ, наркомания, курение, туберкулез, алкоголизм, административная ответственность, уголовная ответственность, служба в армии, репродуктивное здоровье. В летний период специалисты занимаются трудоустройством несовершеннолетних. Специалисты двух подразделений работают в единой связке, рассказывает депутатам заместитель начальника управления культурой. Специалисты службы «Жизнь» организуют встречи с узкими специалистами МУС ЦГБ, проводят видеолектории, индивидуальные консультации на тему ВИЧ-инфекции перед днем борьбы со СПИДом, перед всемирным днем борьбы со СПИДом. То специалисты Центра Феникс, подхватывая эту тему, они проводят выездной семинар по формированию культуры здорового образа жизни, проводят акцию для полевчан на улице и проводят как итог какую-то конкурсную программу, направленную именно на подведение итогов этой большой акции, творческую программу. Отдельная тема в работе Центра Феникса и службы «Жизнь» – это организация телефона доверия. Рассказать о своих проблемах и чаяниях психологу только в этом году решились более 300 человек. Через телефониста прошло 370 человек. Это и звонки, и индивидуальные консультации, и работа с семьями. Вот сейчас вот новый поднимаемый пласт, когда с ПДН совместно и с учебными заведениями, ну студенты, не школьники, вот семь человек они поставили на учет на сегодняшний день, и этот психолог, он как раз занимается с семьями вот этих вот семи подучетников. Составляются реабилитационные карты индивидуальные на каждую семью, на каждого ребенка. Разрабатывается комплекс встреч, мероприятий как с родителями, так с педагогами, так и с ребенком. И мы смотрим и предлагаем, ну по мере возможности трудоустройства, спортивные секции, там какие-то кружки. Низкопороговый пункт оказания помощи Полевского, открытый в рамках пилотного проекта областного центра СПИД, стал одним из лучших в области. Основное предназначение низкопорогового пункта – привлечение наркопотребителей к обследованию на ВИЧ и оказание им медицинской и социальной помощи. Большой блок занимают сейчас выездные акции. Вот вчера была первая акция в селе у нас в Косомбраду. 55 человек прошло. 5 из них отметили себя как наркоупотребляющие. Не выявлено ни одного ВИЧ-инфицированного. А сегодня такая же акция прошла на мраморе. Прошло 47 человек. 7 из них отметили себя как потребители наркотиков. Один сомнительный тест. Заслушав информацию, заместительный начальник управления культурой о деятельности и основных направлениях работы социально-психологического центра «Феникс» принимают ее к сведению. А в качестве комментария к Устышиному благодарят сотрудников за их труд в формировании у молодежи города правильного отношения к жизни. За то, что прививают им культуру здорового и творческого образа жизни. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов. Новости Полевского.